Музыка Я приветствую всех собравшихся в зале наших уважаемых спикеров и тех, кто попривычно работает с нами в режиме онлайн и отслеживает нашу пресс-конференцию в социальных сетях 24-печни. Тема сегодняшней пресс-конференции, к сожалению, всем хорошо известная. Подходы к решению правовых вопросов к данной теме также, к сожалению, и обладают печальной известностью. Но мы ее сформулировали на сегодняшний день вот таким образом. 13, запомните эту не очень счастливую цифру, серьезных правовых нарушений, правовых процессуальных, противоречащих закону, серьезных юридических нарушений, было допущено в Бешкетском городском суде и следственными органами, которые занимались рассмотрением дела о мошенничестве в особо крупном размере. В результате такого жонглирования законом правосудие пострадало. И пострадали потерпевцы. А человек, который профессионально практически занимается мошенничеством в особо крупном размере, заслуживший за свои мошеннические подвиги по закону 15 лет заключения, было срок сокращен 3 раза за счет манипуляции. Вот, собственно говоря, суть проблемы, которую вам сегодня ответят искусственные здесь спички. Итак, 13 серьезных правовых нарушений, чтобы в 3 раза в 15-20 лет сократить мошеннику срок заключения. Как это ангенирует законом? Бескетском городском. Маленькая предварительная идея. Есть компания, я не была, я не могу сказать, я не сказала, хорошо известная журналистом, Альянс Курулуш. Ее возглавляет Максим Альянов, который находится в последствии, который находится в горшке дома. Его пустые обещания построить удобное, красивое жилье обошлись. Обратите внимание на еще значимую жилье. Ста, сейчас один момент, ста восьми, да, ста дольщикам, каждому из них среди, где-то по 25-30 тысяч долларов. Дольщики не получили ни жилья, не вернули им деньги, а привлеченный в суду человек, который должен был получить свою законную, как говорят, не так, не столь отдаленность в 15-м, отделывается пяти годами, по весьма надуманной такой причине. И не сегодня, а завтра, окажется, не так. Проведили, как такое стало возможно, чтобы он серьезный, проведите правовой пролетание от адвоката, ленинга, бактыбуль, а ульпула. А то, что произошло, как-то и вот, что началось, как Максим Альянов, в таком положении, вам расскажет, что журналисты, журналисты, айбуль, 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 айбуль. Возможно, подойдет, а ульпула. Итак, мы начинаем работать. И первое слово я предоставляю вам, жарканай. Журналистов, всех, кто работает с нами в режиме онлайн, хочу бы. Здравствуйте. Меня зовут Диарканай. Я являюсь дольщицей итальянского Рулуш Плюс. Я приобрела квартиру в 2017 году. Я дольщик. И с того момента, уже вот прошло 4 года, ничего не получило. Судились мы в районе полтора года. В прошлом году у нас процесс шел в городском суде. В районе дали Альянову 15 лет. И Турдахонову и ЮНОСу дали условно 3 года. Хоть мы не были согласны по Турдахонову, но в городском суде проигнорировали наши протесты. Но мы пришли сюда зачем? Затем, что мы не согласны с вынесением городского суда и что они нарушили очень серьезно 13 функций, которые мы сейчас хотим вам озвучить. Во-первых, не приняли во внимание, что земля не закреплена ни за городом, ни за районом. Мы обращались к президенту, в аппарат президента с письмами о том, чтобы они нам помогли разрешить эту проблему. Но получили 6 писем со всех ведомств, что земля, участки, 4 участка до сих пор с 2015 года так и нигде не закреплена ни за городом, ни за районом. В связи с этим Максим Альянов не мог никак получить разрешительные документы. Строить они... Так, значит, дальше у меня идет... Договор у меня был заключен в 2017 году, срок сдачи должен был быть в 2017 году 4 квартала. Но ничего так и нет. Хотя его посадили в 2018 году в третьем квартале. Даже в 2018 году он мог бы завершить строительство и сдать, но ничего этого не произошло. Началось строительство, как... Он начал возводить там монолит, два блока, они так и стоят. Дальше. Двойные продажи хотелось бы озвучить. Мы ходатайствовали в городском и в районе. Есть двойные продажи. Лично моя квартира идет в двойной продаже из Шаршеевой Осель. Просто когда я приобретала квартиру, проект был на три этажа, поэтому я купилась на это, что трехэтажный дом, что будет народу меньше. Но потом уже впоследствии, значит, когда мы все дольщики все собрались, сравнили все документы, мы обнаружили, что у нас двойная продажа. То есть два человека сидим на одной и той же квартире. Хотя Максим Анатольевич Альянов и Турдахонов отрицают, что не было никаких двойных продаж. Но факты есть. У нас договора одни и те же на одну квартиру. Есть также еще у нас дольщики с двойными продажами. это у Султанова Гульмира и у Сувакуна Форосбек. Могу вот показать. У них вот у обоих один и тот же договор. Пятый этаж, блок В, условный номер квартиры 6 и площадь 48 квадратов и 20. Есть также распечатка с компьютера, где менеджер сам лично распечатал и здесь конкретно все написано. Администратор 4.06.2018 года номер 750 у Сувакуна Форосбек от 04.06.18 Ирина ранее квартира на продажу выставлялась номер 625 Султановой Гульмиры. То есть в течение недели они продали квартиру, когда отказалась Султанова Гульмира и написала заявление и в течение недели приобретает эту же квартиру у Сувакуна. Деньги не были возвращены в Султановой Гульмире и также создалась двойная продажа. Но в городе эти двойные продажи хоть мы ходатайствовали они просто взяли поменяли этажности. Якобы нет никаких двойных продаж. Но договора у нас на руках все подтверждает что одна и та же квартира сидят на одной и той же квартире два человека. То же самое и у меня. Но почему-то городской суд не принял во внимание изменили просто этажности и убрали якобы существуют двойные продажи квартир. Еще хотелось бы сказать о том что были полностью нарушены и защемлены наши права так так все время и в районе там полтора года мы ходили и зимой и летом ходили мы отпрашивались с работы в конце концов вот лично сама за себя говорю мне поставили на работе условия либо ты работаешь либо увольняйся и ходи по своим судам все время со стороны Альянова и Турдахунова адвокаты не являлись на процессы все время они делали отложки и таким образом они растягивали за время районного суда Альянова поменяла адвокатов то ли 10 то ли 12 ссылаясь на то что предыдущие адвокаты были неадекватны судей почему-то на это закрывали глаза хотя мы все время отпрашивались с работы мы бросали все абсолютно все хоть болели приходили на суды участвовали но судей никогда не делали замечания именно адвокатам этих подсудимых почему наши права так защемлены и мы хотели бы попросить государственные органы президент аппарат президента и все ГКНБ дискомиссию взять на контроль именно вот сейчас верховный суд потому что 25 числа у нас должен был состояться процесс в верховном суде мы собрались все потерпевшие но так как у Альянова Булатова адвокат Булатова якобы заболела коронавирусом она предоставила документы но как всегда Расулов адвокат Турдахонова не явился в зал заседания суда отправил замену которая попросила ознакомиться с делом хотя дата верховного суда была озвучена за два месяца вперед почему судей не наказывают не привлекают к ответственности этих несерьезных адвокатов ведь мы дольщики приходим всегда ходим уже 4 года мы устали мы скитаемся по квартирам наши дети уже тоже плачут и родители страдают кто-то купил это для себя кто-то купил для своих родителей это наши кровно заработанные деньги применили нам сроки давности в городском суде о каких сроках давности может идти речь если я приобретаю квартиру в 17-м году мне должны были сдать в 17-м году Альянова сажают в 18-м году с 18-го года мы бегаем по судам какие могут быть сроки давности это понятно что я теперь вот только понимаю почему все время делали отложки почему Альянов и Турноходнов меняли своих адвокатов почему они всегда не приходили на суды они специально тянули чтобы подвести вот именно по сроки давности это вот лично мое мнение вот к чему они привели сейчас городской суд вынес такое несправедливое решение и применили нам сроки давности я с этим не согласна то что Альянову с 15 лет сократили на 5 лет он сидит припеваючи в СИЗО в закрывашке у него там нет проблем никаких проблем его семья Турдахунова семьи они все живут в своих домах почему ни разу никогда ни одно следственный орган не задумывался о том чтобы конфисковать их имущество почему мы простой народ должны страдать и до такой степени мы должны бегать и доказывать свою вину вот этих мошенников ведут себя мошенники очень наглым образом даже в зале судь они несут нам угрозы постоянно Альянов говорит да я тебя посажу я тебе то сделал я тебе это сделаю ну как так можно возьмитесь в конце концов за этих мошенников мы очень просим вас я тоже являюсь дольщицей я приобрела квартиру в семнадцатом году на улице Бахас и Дегалы вот значит как потом выяснилось мы обратились в горы Соломединского района лично начальник нам пояснил что что в эту компанию Альянову не было передана земля частниками то есть у них как были красные книги так и есть то есть Альянов Максим Анатольевич заведомо вводил в заблуждение всех кто приобретал квартиры вот и в общем у них заранее потом выяснилось нет ни АПО ни ИТО ни готова проектной документации прошедшая госэкспертизу у них не было и нет более того он гражданин Казахстана это тоже выяснилось он не имел права продавать и получать денежные средства паспорт у него истек но тем не менее он продолжает подписывать какие-то документы доверенность сидит там и манипулирует людьми выдает то есть незаконно какие-то там средства документы и вот знаете вот это вот его мошеннические заранее заранее заведомо он это мошеннические свои действия он заранее это все продумал у него ничего не было готово никаких документов нет мы ему поверили в начале вот когда приобретали а потом вот 4 года мы ходим по судам я тоже являюсь дольщицей баха садыгалы и хочу сказать что альянов является гражданином казахстана и он не имел права как генеральный директор продавать квартиры они могли только начать стройку и но без разрешительных документов продавать квартиры не имели права тем более тем более он являлся гражданином другой страны и на сегодняшний день его срок действия паспорта истек то есть сейчас он лицо без гражданства и ни разу в суды не был не были приглашены представители консульства с консульства казахстана если бы было заявлено ходатайство со стороны судей или прокурора то возможно явился бы представитель и возможно тогда выявились бы все мошеннические действия альянова который он проворачивал там у себя так же как и здесь у нас все это все это не не учитывается во всех судебных инстанциях все это игнорируется и мы считаем что наши права ущемлены я тоже хочу сказать что каждый раз когда мы являемся на суды отпрашиваясь с работы оставив своих детей хозяйства многие из нас приезжают с регионов проделав долгий путь например я лично приезжаю с Иссыкуля на каждый суд на каждый процесс но каждый раз когда мы являемся больные хромые каждый раз суд откладывается по причине что адвокаты Альянова и Турдахунова то болеют то меняются по очереди то ознакомливаются с делом то вовсе не являются в суд а можно дополнить вы знаете в районном суде районный суд законно признал меня потерпевший лично меня когда я пришла в городской суд городской суд почему-то вот знаете так вальяжно меня как-то вот выслушал конечно но вот не знаю почему они так столько у нас пострадавших районный суд нас всех признал почему они с 15 лет ему дали 5 лет нам это остается большим вопросом почему здравствуйте уважаемые зрители участники данного заседания я хотела бы пояснить что как ранее уже отметили дольщики что данный земельный участок я буду касаться только своих дольщиков которые находятся Бахаса Дагалы расположены в районе Аламудинский район Чуна-Арык Жилмасев-Аларча и как нам известно согласно материалов дела данный земельный участок принадлежит Абдрахману Кадырову который являлся заключил договор с Альяновым о совместной деятельности данного строительства дома как уже предыдущая дольщица сказала что изначально по проекту предусматривался трехэтажный дом но однако же по непонятным причинам даже в отсутствии правоустанавливающих документов и документов АПУ данное лицо воздвигнул пятиэтажный дом то есть он увеличил квартиры еще на два этажа кто ему дал разрешение каким образом он получил нам так же неизвестно а так же хотела бы отметить что согласно как уже предыдущие дольщицы сказали что документов на строительство этого дома в настоящее время до настоящего времени нет и заявления с обращением на выдачу этих проектов тоже не обращались ни в архитектуру ни в другие государственные органы по выдаче этих документов то есть проектных документов на строительство этого дома также я бы хотела бы отметить что данный земельный участок имеет статус частного частной собственности то есть она на сегодняшний день принадлежит собственнику Кадырову далее хотела бы также отметить что нами представленные документы были в ходе судебного заседания письма ответы с аппарата президента где указывается что согласно пункта 3 данного постановления было поручено кыргызскому филиалу ТНИИИП градостроительства по заданию Мешкекского городского совета народных депутатов Министерства и ведомств республики осуществить с 1991 и 1992 годах разработку генеральных планов проектирования объектов социально-культурных коммунального бытового назначения на территории жилмассива как вы уже поняли из моего пояснения что данный дом расположен в районе жилмассива и таким образом условия в этих условиях отсутствуют то есть элементарные условия по проведению воды газа цвета и так далее и так далее то есть каким образом Альянов собирался в отсутствие провосстанавливающих документов строить этот дом нам также не было известно но однако же в ходе судебного заседания эти обстоятельства не были учтены также я хотела бы отметить что на сегодняшний день этот дом не построен то он частично возведен то непонятно кто сносит и забирает какие то есть сносит материалы строительные материалы из этих объектов то есть они без каких-либо соответствующих документов то строят то ломают этот дом и непонятно кому она принадлежит вообще на сегодняшний день и по этим основаниям в ходе судебного заседания нам было указано что это является длящимся преступлением поскольку намерение со стороны Альянова не имелось до сегодняшнего дня а также обратите внимание что согласно договоров договора были заключены в семнадцатом году но на основании этих договоров было указано что объекты будут завершены в четвертом квартале этого года каждый договор который заключался с моими с моими дольщиками указывалось что четвертый квартал того года то есть если заключается в восемнадцатом году то строительство заканчивается в этом же году только в четвертом квартале однако до сегодняшнего дня строительство этого дома не завершено и не начато даже также нам было отмечено что в ходе судебного заседания проектных документов даже на протяжении этих четырех лет лицо то есть Кадыров Абдрахман не попытался получить проектные документы на строительство этого дома хотя как он указал что это согласно договора в его обязанности не входит хотя имеется договор о совместной деятельности также я хотела бы отметить что с учетом того что в ходе следствия не были приняты во внимание что денежные средства были оплачены более миллионов сумм то есть следовательно оно превышает определенный стандарт денежных средств в результате которые назначается мер наказания а именно по миллиону я возьму даже по Кадырову там у нее имеется оплата на миллион с чем-то однако же мера наказания была вменена ему 204 часть 2 хотя это миллион является тяжким преступлением также надо отметить что в ходе следствия и в ходе судебного заседания не были учтены что при суммировании этих денежных средств она превышает более 5-10 миллионов суммов что уже указывает на более тяжкие но несмотря на это как вы уже обратили внимание дочери указали что первая инстанция мера наказания вменила им Альянова 15 лет однако же в ходе судебных заседаний второй инстанции ему снизили данную меру наказания до 5 лет таким образом непонятно какие именно обстоятельства повлияли на то чтобы снизить данную меру наказания более того хотела бы отметить что в ходе судебного заседания путем угрозы и обмана у всех дольщиков которые ну было в ходе судебного заседания то есть требовали встречные заявления если то есть мотивировали следующим образом если вы хотите квартиру то пишите встречные заявления если хотите деньги можете не писать то есть таким образом несмотря на то что мои дольщики являются потерпевшими господин Альянов угрожал что ни квартиры ни денежных средств они не получат также было им отмечено что если взыщете денежные средства то меня вы будете каждый раз получать по сумму в счет погашения моего долга то есть его долга также на сегодняшний день я хотела бы отметить что имеется несколько арестов по данному объекту но несмотря на это непонятно кем строится или собираются строить данные объекты но без каких-либо проустанавливающих документов также я хотела бы отметить что ни правоохранительные органы ни судебные органы на эти доводы не вняли также в ходе судебного заседания нам было установлено что паспорт господина Альянова уже года два тому назад он был просрочен то есть в СИЗО он находится без соответствующих органов документов вернее без правоостанавливающих документов но при этом нам было заявлено для того чтобы для объективности и законности рассмотрения данного дела пригласить представителя посольства Казахстана для того чтобы господину Альянову выдали паспорт поскольку как я понимаю господин Альянов сидя в СИЗО выдавал доверенности по непонятным причинам доверенности на определенные действия по строительству и другим действиям это было нонсенс для нас хотя его адвокаты ссылались на определенное положение что имеют право выдачить данного документа да имеют но только есть определенные стандарты и условия где по каким основаниям имеет право он имеет право выдавать доверенность также я хотела бы отметить что согласно договора они не приняли во внимание что объект который он должен был строить находится под арестом не только у нас но и в других судебных органах то есть на сегодняшний день по нашему делу рассматривалось по 12 объектам а по сейчас на сегодняшний день идут суды в регионах то есть в городе Ож город Токмак и в Высокотинском районе тоже по этим основаниям более того в ходе судебного заседания мною были представлены документы правоустанавливающие документы это устав положения где у учредителями являются Альянов Максим и Альянов Владимир которые являясь участниками то есть учредителем данного объекта не несут ответственность по данному объекту то есть по долгам этих денежных средств почему-то были наказаны это Турдахунов и Альянов но следующие лица которые заключали договора по другим моим дольщикам например как Галкин он не был привлечен в качестве обвиняемого также я не могу понять по каким основаниям также в ходе судебного заседания было мне отказано в принятии в производство правоустанавливающие документы устав положения и решения на мой вопрос кого мы судим частное лицо или лицо который являлся руководителем данного предприятия и каким образом это доказывается я не получила ответа то есть ни решением суда ни какими другими документами это не подтверждается что он являясь руководителем данного предприятия завладел денежными средствами дольщиков но указывается что как частное лицо Альянов завладел денежными средствами что также не было принятого внимания в судах что еще я хотела бы отметить по двойным продажам по двойным продажам по моим дольщикам то есть почему намерение не имелось со стороны Альянова я хотела бы отметить что одна из моих дольщиков из-за задолженности определенного лица ей предоставили эту квартиру то есть квартиру определенного лица счет погашения долга третьего лица то лицо представляет Альянова и указывает вот данное лицо Альянов предоставит квартиру погашение моего долга то есть у меня в этом доме якобы то есть у того лица имеется квартира в будущем будет квартира и таким образом моя дольщица заключает принудительном порядке договор на эту сумму а также то лицо предоставляет автомашину счет погашения дополнительно то есть суммы этой квартиры но при этом надо отметить что машина была продана за минимальную сумму то есть возникает вопрос почему Альянов в ущерб себе продает то имущество и предоставляет квартиру моей дольщице но при этом он не учитывает тот факт что квартира стоит дороже той суммы который должен имел задолжал то лицо который привел мою дольщицу в этот объект что еще ну пока да уважаемые да еще дополнительно я хотела бы в конце в заключении указать что при вынесении приговора судьями были применена норма по сроку давности хотя это преступление является на сегодняшний день длящимся по каким основаниям поскольку на тот момент и на сегодняшний день со стороны Альянова не имелось намерения завершить данный объект спасибо спасибо Да, я поняла ваш вопрос. В прошлом году мы пытались получить законным путем, чтобы Альянов нам передал этот объект на правах собственности, но этого не могло произойти, Альянов нас обманывал до последнего, но когда наш адвокат нам все разъяснил, что не может он передать, так как лицо сейчас в данный момент без гражданства, он не имеет права проводить какие-либо такие операции. И по поводу Нургазиева, да, Нургазиева наняли наши пять человек, дольщиков без нашего ведома, поставив нас перед фактом, что он будет достраивать наш этот дом недостроенный. И в последующем мы, конечно, увидели, как Нургазиев Эрмек начал строить. То есть пеноблоки, вместо кирпичей он начал ставить пеноблоки, между которыми нет никакой связки, нету клея. В результате, вот в прошлом году, в этом году, когда летом началось все вот это сноситься, разбираться, люди просто-напросто руками разбирали вот эти пеноблоки, без всякого какого-либо инструмента. Стены шатались, мы давали пресс-конференцию, мы также в КТРК обращались, все это съемки есть. Все это было незаконное строительство, качество было ужасно, из бэушного материала. Ну, с Нургазиевом Эрмеком мы пока что еще до сих пор разбираемся. Вот уже практически два года, как мы обратились в Аламудунское РОВД, до сих пор нету, не приняты меры по его постановлению. И также мы уже, честно говоря, устали бегать и по судам, бегать и в РОВД. Сейчас просто-напросто Альянов снес то, что построил Нургазиев и начал возводить свое строительство, как говорится. Но Нургазиев сейчас теперь выставляет счет. Мы в прошлом году были против сноса, так как Нургазиев-Эрмек мог предоставить огромный счет. На мое усмотрение, там не было потрачено 200 тысяч долларов, как то, что он сейчас говорит. Так как стеноблоки, это все это не могут столько стоить, и тем более бушный материал не может столько денег стоить. Четырех земельных участков. Как я уже отметила, уважаемый журналист. Я озвучила, что каким районом и в каком районе он расположен. То есть это Чуйским районом выдается. Вернее, Аламудынским районом Чуйского области. Но при этом в определенное время данный район, то есть Баха-Садагалы, то есть этот район, он переходит уже в черту города. Но по этим основаниям, я так понимаю, что вывели из баланса Аламудынского района и передали городу. Но город не принял на свой баланс. И таким образом, с 2014 года данный земельный участок, принадлежащий Кадырову, он находится в подвешенном состоянии. То есть он получил район? Нет, да, он раньше, он путем дарственными и другими средствами, то есть сделками, он получил собственность эти четыре земельного участка. То есть я не имею в виду, что это на фактах? Да, конечно, да, да, да. Он раньше получил. Нет, 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 дело в том, что на сегодняшний день имеется запрет с учетом того, что, да, земельный участок принадлежит Кадырову. Кадырову был наложен арест на совершение всех действий по отношению данного объекта, расположенных на этом участке. Включая Кадырова. Включая Кадырова. Таким образом, да, 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 конечно, поскольку данный объект был возведен незаконным образом, и было указание о сносе данного объекта за свои средства, а поскольку у Кадырова нет таких денежных средств, он не производил на протяжении этих четырех лет никаких действий по отношению этих объектов. Там были построены частично четыре блока, два с половиной блока, и которые находятся в непонятном сейчас состоянии, то есть в скелетном состоянии на сегодняшний день. Дело в том, что по 12 объектам одним производством рассматривалось, как вы заметили, 108 там потерпевших имелось. Ой, 103. А по нашему, то есть по нашему объекту 103 человека. То есть там людей очень много, но с учетом того, что их много и денежные средства превышают более полтора миллиарда, то есть ближе к миллиарду, то есть получается, этот факт не был учтен. И совокупность этих денежных средств также не была признана. Почему? Потому что ущерба государству не причинено. Но ущерб причинен только гражданам. Они соединили дела. Имейте в виду, соединили. Но соединив дела, они не стали предусматривать тот факт, что эти денежные средства в совокупности составляют уже определенную мощную сумму. Да, по всем 12 объектам. Но дело в том, что мы подавали только заявление, только в нашей части будут рассматривать. Будут в общем рассматривать, но в той же части нашей жалобы. И обратите внимание, что касаться рассматривает только нарушение процессуальных норм. Не то, что законность, обоснованность и нарушение процессуальных норм, которые проводились в судебном заседании. Но в остальной части они не будут рассматривать. Продолжение следует... Я вам зачитаю только резульсивную часть приговора, чтобы было понятно. Где ищет, а 15 лет назад, где ищет, а установлены в машине. И как это во втором приговоре? Я зачитаю приговор, вынесенный 4 марта 2020 года, где говорится, что Альянов Максим Анатольевич признан виновным в совершении преступления. Предусмотрены части 1, обратите внимание, части 1 статьи 204 по 9 эпизодам УК Кыргызской Республики, по эпизодам Майренбекулу, Хайбалдаева, Токтасунова, Омралиева, Ларионова, Мусаевой, Кыштабаевой, Харымшаковой, Абдразаковой. Далее, по пункту 1, части 2 статьи 204 УК Кыргызской Республики, по эпизодам Шитогубовой, Алымовой, Майевской, по части 2 статьи 350 УК Кыргызской Республики и по части 1 349 УК Кыргызской Республики освободить его от уголовной ответственности в связи с исчезанием срока давности привлечения к уголовной ответственности. Альянов Максим Анатольевич, обвиняемый в совершении преступления, предусмотрен части 1 статьи 204 по 37 эпизодам, пунктам 1, части 2 статьи 204, 45 эпизодам, части 2 статьи 350, части 1 статьи 349 УК Кыргызской Республики и части 1 статьи 95 Кыргызской Республики о проступках признать виновным и назначить ему следующее наказание. По всем части 1 было вменено 2 года лишения свободы, я зачитаю по сколько эпизодам, 1, 2, 3, 4, то есть здесь указывается 45 эпизодов, обратите внимание, я уже зачитала, я не буду полностью указывать, 45 эпизодов, 2 года лишения свободы. В соответствии со статьей 78 УК Кыргызской Республики редакции 2017 года совокупности преступления путем полного сложения назначения наказания окончательно определили 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч тонн доход государства с ограничением свободы сроком на 1 год. Обязать Альянову стать на учет орган пробации после освобождения из мест лишения свободы. В соответствии со статьей 61 УК Кыргызской Республики в редакции 97 засчитать срок отбытия наказания предварительного заключения Альянова из расчета 1 день предварительного заключения соответствует 2 дня содержания под стражей с периода 5 августа 2018 года по 1 января 2019 года в силу статьи 81 УК Кыргызской Республики предварительное заключение Альянова 1 января 2019 года доступление приговора в законную силу за 6 срок отбытия наказания из расчета 1 день предварительного заключения равен 1 дню лишения свободы. меру пресечения Альянова в виде заключения под стражей оставить прежний срок отбывания наказаний исчислять с момента фактического задержания, то есть 5 августа 2018 года. Далее признать Турдахунова Юнусовича виновным в совершении преступления предусмотренной части 1 статьи 204 по 28 эпизодам пунктом 1 части 2 статьи 204 и 32 эпизодам УК Кыргызской Республики и назначить ему меру наказания в виде 2 лет лишения свободы по всем этим эпизодам. Таким образом, в соответствии со статьей 78 УК Кыргызской Республики в редакции 2017 года по совокупности преступлений путем полного сложения назначения наказания окончательно определить 8 лет лишения свободы. На основании статьи 63 УК Кыргызской Республики и редакции 97 назначение наказания считать условным с испытательным сроком 3 года. Контроль за поведением Турдахунова возложить на орган пробации и Министерство юстиции Кыргызской Республики. Обязать Турдахунова Юнусовича встать на учет в органы пробации по месту жительства, не менять без согласия органа пробации место жительства, уведомлять эти органы об изменении меры места работы, периодически являться на регистрации и не выезжать с постоянного места жительства без уведомления этих органов. Меру пресечения Турдахунова Юнусу Юнусевичу в виде домашнего ареста по вступлению в приговор в законную силу отменить. И гражданский ист, потерпевший удовлетворить частично. Таким образом, я до конца не буду указывать. И вот городской суд. А можно еще сказать? Сейчас я не... Подождите. Это норма... Это норма... Это преднамеренная мастерность. Преднамеренная. Разворение, подготовка, подготовка, департамент. Истанавливается мастерность. Такое количество людей. Речь идет о сумме, оходящей в универе. Как в таких случаях, на таком основании, дайте мне, пожалуйста, что это не видит, что это не применение такого способа. На каком оно основано у вас? По вашему мнению, в точке зрения закона, и почему вы входитесь в точке зрения закона. Чтобы было понятно, и в манистерной ответственности, где жады-то собака. Дело в том, что я вам зачитала норму, то есть приговор первой инстанции, а приговором второй инстанции был вынесен 18 февраля 2021 года, где этим приговором Альянову было вменено по большей части эпизодам без назначения наказания в связи с истечением срока давности, а привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, я также не буду зачитывать все полностью, поскольку уже понятно, что большая часть применена как с истечением давности. По определенным тяжким преступлениям, по истечении 3 лет, то есть применяется истечение давности. По определенным срокам, то есть тяжким преступлениям, применяется 6 лет давность преступления, а по определенным уже имеется то же, то есть самая грань 7 лет истечения давности по тяжким преступлениям. Да, по Альянову 3 года, то есть... Но однако же, обратите внимание, что с учетом того, что данная сумма, то есть у этих лиц превышает более 90 тысяч сомов, им вменили именно нормы по части 1-й, 204-й, не часть 2-ю, не часть 3-ю, как тяжкое преступление. Конечно, но даже они не переквалифицировали в этой части по нашему требованию, оставили в том виде, в котором было направлено в последственного органа. То есть игнорировали ваше требование, и на ваше требование не получили? Да, конечно. То есть наши ходатайства не были вняты, не были услышаны, уважаемые. Это об этом надо говорить. Вы хотели устранить законы? Я хотела по Нургазееву сказать, это тоже очень важно. Кроме того, что он незаконным путем начал стройку, он еще и собрал с большинства дольщиков деньги. Мы сдавали ему по 1000 долларов, и сдавали дебиторки за должность, которые должны были Альянову. Вот это, пожалуйста, хочу, чтобы журналисты... Я надеюсь, что вы больше отчаяния журналистов поняли, где правосудия пошла на Укарска. Я надеюсь, этот момент не будет повторен. Спасибо.